Вы, вы, Питамара, как было? Вы говорили, выбирайте, у нас будет день и ночь вода. Я вот смотрю на вас, но учу-то не выгибляю. Выгибляю. Почему выгибаете? А сучь пожара. А мы угибаем. У вас глаза грушат. Когда в товариществе согласия нет, на лат их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука. В 8-й улице меня укусил клещ. При этом мне пришлось ставить лекарства. Да, вы как думаете, я это делала? Светлана Владимировна, правильно мы вас поняли, в констовары вы внесли сумму. Лечение. Это твое личное. А куда мне снять? Ужас. Лечение. Казалось бы, обычное собрание собственников садовых участков, однако вместо обсуждения отчета за прошлый год садоводы принялись высказывать все, что накопилось. Сначала отчет. Да, да. Записывайте свои вопросы, потом я буду отвечать на вопросы. Хорошо? Только не убегайте в доме, как в том году. Напомним, с прошлого года у садоводов товарищества номер 3 завода «Урал» растет количество претензий к своему председателю. Перерезанные трубы, сломанный забор не целевает рата взносов, но самое главное – нет воды, чтобы поливать рассаду. Воды не будет, пока я не приведу к председателю. Почему ты приведешь? Почему ты приведешь? Почему ты приведешь? А с чего ты это приведешь? И тут садоводы напомнили Светлане Коваленко, что уже на прошлом собрании избрали нового председателя Андрея Иванова. Но без документов он не может приступить к своим обязанностям. До сих пор. Однако смириться с этим госпожа Коваленко не может и поэтому предложила переголосовать. Теперь дело за малым – оформить протокол собрания с назначением нового председателя товарищества номер 3 завода «Урал» и передать дела с ключами от домика. Но не тут-то было. Оказалось, никаких отчетов на руках у теперь уже бывшего председателя Светланы Коваленко нет. Более того, ключи от домика она тоже передавать отказалась. Ключики нам дайте. Это не ваше собственное. Опа! Опа! Ужас! На кадрах видно, Светлана Коваленко телефоном ударила Евдокию Черемисинову. Другие собственники вызвали полицию, сотрудники которой, приехав, взяли показания с обеих участниц конфликта. И пока повторно избранный председатель Андрей Иванов дожидался протокола собрания, садоводы поделились с нами впечатлениями от произошедшего. Так как она не передала, наша полномочия не передала Коваленко, Светлана Владимировна, в этом году мы все равно выбрали, переизбрали председателем Иванова Андрея Николаевича, и он у нас победил. У нас все будет хорошо. Мы надеемся, что в нашем садоводческом товариществе, при новом председателе, будет все окей. Впереди у Андрея Иванова в должности председателя немало дел. Решение вопроса со взносами, ремонт забора и, самое главное, подача в садовые участки долгожданной воды. Продолжат следить за развитием событий Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания Соль-ТВ.